Еще до начала переговоров в Париже российские журналисты обсуждали, чем все закончится для Украины. Ведущий российского Первого канала интересовался мнением Дмитрия Гордона. Тот делал ставку на то, что Зеленский и Путин не договорятся. Владимир Владимирович Путин хочет закрыть вопрос по Крыму навсегда, снять санкции и воткнуть Украине и Донбасс на своих условиях. Владимир Александрович Зеленский хочет, чтобы Донбасс был украинским на условиях Украины и вопрос Крыма не закрывать никогда. На итоговой пресс-конференции президент Украины заявляет, федерализации не будет, страна едина и сама решит, как ей развиваться. И Крым – это Украина. Позиция украинского президента беспокоит российских журналистов, в частности ведущего Анатолия Кузичева. Он известен тем, что во время теледебатов поссорился с кандидатом в президенты России Ксении Собчак. Назвал ее клоунессой, у которой проблемы со слухом. Я пишу все сама, а вы ходите с уроком клоунским, перебивая кандидатов. Нет, мне не нужен клоунский нос, достаточно одной клоунессой, правда, в студии, Ксения Анатолий? У Гордона, ведущий российского Первого канала, интересовался, будут ли спрашивать крымчан, хотят они назад под контроль Украины или нет. Это видео набрало миллионные просмотры в Ютьюбе. Я считаю, что те, кто хочет, чтобы они жили в России и чтобы у них был русский мир, должны совсем ехать в Россию, но не увозить с собой территорию, которая принадлежит Украине. С 50 какого года? С 54-го года. Уже после переговоров на ступениках парижского отеля Владимир Зеленский рассказал, что готовился к разговору с Путиным о Крыме, но времени не хватило, потому что долго обсуждали разведение войск на Донбассе. После переговоров российские журналисты приехали в Украину. Вот как они кричали о том, что их туда не пускают. Я имею в виду, ну, конечно, приезжайте к нам. А у вас есть проблемы при переходе границы? И вот как журналистка канала Минобороны России «Звезда» снимает пограничный пункт в Борисполе, что запрещено правилами. А сейчас на таможне мне сказали «Добро пожаловать в Украину». Ну вот мы в центре Киева, я на Майдане. Украинским журналистам президент Зеленский пообещал говорить о Крыме во время новой встречи на Арманской четверке. Она запланирована через 4 месяца в Берлине. Александр Шевченко для Крымреалии. Субтитры создавал DimaTorzok